Трудно ли вам было работать с Михаилом Николаевичем? Ну, если бы было трудно, я бы два года не работал, я бы ушел раньше. Никаких контрактов и договоров у меня с ним не было, все держалось на честном слове. Ему, наверное, было интересно со мной, мне, естественно, с ним. Поэтому, собственно, мы два года и поработали. Ну, там еще очень много историй в этой книге, которые, как мне кажется, будут интересны не только артистам разговорного жанра, но и людям. Потому что, ну, вот эта вот жизнь, как она есть, без прикрас, что происходило в гостиницах, там, за кулисами съемок и прочее. Поэтому мне было интересно, я нисколько не жалею. И если бы сейчас стоял вопрос выбора, ты бы хотел это все повторить. Да я, у меня чемоданчик с огуром. Спасибо. У нас вопрос с другого фланга. Дорогой Сергей, хочу сердечно благодарить за ваше творчество. Когда в течение недели особо не приобщаешься к радости, то, когда вас видеть, все время застряете и ум, и сердце. Так что, большое вам спасибо. Желаю вам творческого долголетия. Поскольку вы человек очень тонкая натура, да, простите меня, господин Задорнов, Михаил, вот как вы видите нашего президента? Я, например, восхищаюсь его юмором. Он иногда такие вставляет штучки, что гордишься. А вот вы, поскольку более утонченный эстет, что бы вы могли сказать, если можно, хотя бы два слова? А вы часом не из администрации, а то я сейчас скажу. Нет, я просто уважаю президента, и все. Ну, что сказать по поводу чувства юмора? Вы понимаете, вот, ну, я один раз перед ним выступал. Естественно, это был какой-то сборный правительственный концерт. Ну, и это был не Кремль, это был банкет. И я вам хочу сказать, что вот по тому, как человек реагирует на юмор, можно судить, что это за человек. Он реагировал сам по себе прекрасно. Очень раскрепощенно, свободно. А вот его окружение... Ну, мне хотелось повеситься уже на второй минуте. Потому что, ну, они смотрели на тебя, как будто это ты виноват в том, что у нас мужчины до 65 лет живут, что у нас такой уровень жизни невысокий и так далее. Вот такие какие-то полные любви, в кавычках, взгляды. Вот. Поэтому, если бы он был один, ну, наверное, было бы легче. Ну, вот, как говорится, свита делает короля. Там еще выступала Алла Борисовна. Это был 2001 год. Вот он только-только стал президентом. И Пугачева, вот кто человек с гениальным чувством юмора. Вот если бы она была в нашем разговорном жанре, все, нас бы не было. Она такую фразу потрясающую сказала. Она спела. Значит, выходит к ней президент с бокалом. Алла Борисовна, ну, она, естественно, не пьет на работе. Берет бокал и говорит потрясающую вещь. Ой, я вам желаю подольше оставаться на своих постах. А то нам опять знакомится. Спасибо. Есть еще вопрос. Добрый вечер. Очень приятно мне вас видеть. Я из Якутии. И вдвойне мне как-то приятно. Так случайно зашла в магазин. Я обычно здесь бываю, но к вам попало. И думаю, сейчас вот надо послушать. Завтра вы хотите, тут быков будет сидеть. Очень хорошо, очень приятно. Может, даже и зайду. Но сегодня мне было очень приятно. Ну, и вопрос у меня такой. Значит, как бы отнесся сам Задорнов к тому, что вот сейчас вот я смотрю. Я обязательно ее почитаю. Как бы он отнесся к этому? И второй вопрос. Вообще он про себя вот автобиографию какую-нибудь литературу оставил или нет? Вот я не знаю, что-нибудь. Спасибо. Ну, я начну со второго. Он не писал про себя автобиографии. Потому что я думаю, что все-таки он не был готов, что это так закончится довольно быстро. Да и вообще, вы знаете, он не из тех людей, которые любили о себе рассказывать. Он очень не любил фотографироваться. Поэтому у меня по большому счету до совместных фотографий, ну, там, я не знаю, 5-6 от сил, где мы с ним вдвоем. Ну, потому что все время как-то неудобно. Ну, вот мы ездим там. Михаил говорит, давайте с вами сфотографироваться. Дроботенко, ты что, с ума сошел? Ну, и все. И как-то сразу отпадает желание. Вот. А по поводу, понравилось ли это ему, ну, я, конечно, не могу за него говорить. Но я вам передам слова Елены Бомбиной, которая это прочитала. И она сказала, ты знаешь, я просто уверена, Миша был бы в восторге. Почему? Потому что в основе этой книги лежит та эмоция, которую он ценил больше всего. Ирония. И самая ирония. Она написана без, как говорится, пафоса. Она написана простым человеческим языком, что, собственно, он бы и хотел. Ну, я в это верю. Спасибо, пожалуйста, еще один вопрос. Сергей Анатольевич, спасибо вам большое за эту книгу. И у нас такой вопрос зазрел. У Михаила Николаевича было очень много молодых учеников. Очень многим он помогал по жизни. Вот вам посчастливилось с ним работать почти два года. А чему вы вот у него научились? Спасибо. Ну, помимо того, что я научился профессиональной деятельности, я очень много почерпнул и как человек. Понимаете, вот разговорный жанр, он только считается самым легким жанром. Но на самом деле, мне кажется, это один из самых тяжелых жанров. Потому что, ну, певец выходит, поет песню. Ему, по большому счету, все равно, как реагирует зал. Ему не нужна сиюминутная реакция, а нам нужна. И если зал так называемый тяжелый, то ты должен понимать, как тебе с ними разговаривать. И вот первый год я с самого начала сидел за кулисами и слушал, как это делает Задорнов. Публика к нему приходила тоже разная. Была интеллигенция, но были концерты, где, как мы слышали за кулис, были люди, ну, скажем так, с рынка. Такие, знаете, дамы в цепях со стразами и так далее. То есть программа должна быть другой. Потому что этим людям нужно одно тема, второе, этим третье. Я просто у него научился жонглировать репертуар. То есть он выходил в зал, первые 10 минут он его сканировал, понимал, кто перед ним, и дальше выстраивал программу в зависимости от того, кто пришел сегодня к нему в гости. Вот этому я научился, и ни один театральный вуз этому тебя не научит никогда. Тебя могут научить правильно говорить, двигаться там и так далее, но умению работать с залом ты теоретически не научишься никогда. Я ему благодарен за это. Потом, ну, человек для меня открыл целый мир. Я узнал от него, что такое здоровое питание, и удивился, как я еще жив до сих пор. Вот, потом все эти увлечения, которые к нему приходили, он, естественно, проверял на нас с Максом и так далее. Вот, ну, например, в книжке об этом написано, ему один китайский врач подарил такую колотушечку, она похожа на маленькую палицу, вы знаете, как из русских сказок, да, с набалдашником. Якобы это улучшает циркуляцию крови. Нужно постоянно ее носить с собой и просто время от времени доставать и начинать циркулировать кровь. Ну, вот тебе представьте. Ладно, мы с Галкиным это увидели, конечно, за кулисами там умылись слезами, но вот, к примеру, он приходит в какое-то общество, еще он же не Жванецкий, он остается задорным, где бы он ни был. Сидят люди солидные. Вдруг Михаил Николаевич достает колотушечку. Да, вы знаете, Перун — это известный богу славян. Те ж понять ничего не могут, что все, да. Ну, и вот таких примеров масса. И он же пытался нам это навязать. Да вы не понимаете, как это работает. Вы попробуйте, Михаил. Это вам, это вам. Да, ну, это шутка, конечно, но, в принципе, ну, вот он действительно, знаете, вот этой своей житейской мудростью, он очень часто помогал. Потому что, ну, есть ситуации, он точно так же приехал когда-то в Москву. Ну, просто он сделал это гораздо раньше, чем я. Он приехал еще студентом, поступал в мои. Но все равно это другой город со своими законами, со своими людьми. И нужно как-то умудриться здесь стать своим. А это не всегда просто, это не всем удается. Вот поэтому он просто делился своим опытом, как это было у него. И это было очень ценно. И я считаю, что он мне помог не наступить на очень многие грабли. Особенно детские. Что для мужчины совсем неприятно. Слушай, спасибо. Добрый вечер, Сергей Анатольевич. Хотел бы поблагодарить за книгу, надеюсь, с вами вами. И, значит, также поблагодарить то, что вы нашли время и своего плотного графика, и принесли, наверное, всем такой праздник, такой приятный праздник. Вот мой вопрос в следующем. Хотелось бы узнать, какие у вас планы на будущее? То есть, что вы будете заниматься? Литературный деятельность, эстрадный деятельность, там, или, может быть, в кино себя попробуете? Это первый вопрос. Ну и второй вопрос. Я знаю, что вы родом из Днепропетровска. Как вообще пограничники украинские пропускают ли вас на родину? Потому что у меня в прошлом году был такой случай интересный. Я ехал в Крым на машине, доехал до украинской границы. Значит, украинские пограничники мне сказали, вам здесь, вы не проехали через территорию, объезжайте через Ростов, пришлось ехать через Крымский пролив. Я вам скажу честно, что после 2014 года я границу не пересекал. Поэтому я не знаю, я у них в черных списках или нет. Но вообще в Крыму я не был после так называемой аннексии. Но, насколько мне известно, всем мужчинам до 60 лет нужно иметь приглашение от прямых родственников, проживающих на территории Украины. У меня таковых нет. Поэтому, теоретически, меня, конечно, могут пустить. Но у них есть полное право отказать. А провести ночь в КПЗ Харьковского питомника не хотелось бы. Вот, поэтому я туда не суюсь. А первое, что вы спросили? Я хотел бы узнать, куртские планы. А, да, ну, вы знаете, поскольку, ну, невозможно всю жизнь заниматься чем-то одним, поэтому, если Господу Богу будет угодно, я бы пытался вот именно как-то это все дело сочетать. Если честно, я сейчас пишу еще одну книжку. Ну, говорят, лучше о планах не рассказывать, иначе они не сбудутся. Она художественная, да, если она будет интересна издательству «Эксмо», то мы с вами еще раз встретимся. Вот, почитайте, посмотрите. Ну, вот не хотелось бы. Да, но... Тема для меня, для самого загадка, вот если, например, в трех частях, это трилогия, а если в пяти частях, это что? Ну, вот я тоже пока не знаю, к чему это все приведет. Давайте уж, как допишу, тогда и поговорим. Ну, главное, что мне это интересно. Кроме того, ну, конечно же, я не буду оставлять свою основную эстрадную деятельность. Дальше. Вот сидят замечательная актриса Наташа Харахорина и Даша Гончарова. Это из нашего спектакля «Младенец на бракан». Вот. Десять лет назад мы познакомились с Дашей. Я попробовала свои силы в театре. До сих пор не могу никак от них отделаться. Вот. Ну, мне безумно это все дело нравится. И коллектив, и само состояние этих спектаклей. Поэтому это тоже будет продолжаться. Ну, чего еще? Ну, в кино дело такое, если позовут, то, конечно, да. Но дело в том, что те роли, которые предлагали в высокохудожественных сериалах, я понимал, что, знаете, ну, я потом не отмоюсь до конца дней своих. Меня за аншлаг-то тут клюют. Если я еще там снимусь, ну, это все. Поэтому я решил, лучше я пока как-то буду так вот нейтрально. Если что-то будет достойное, что мне нравится, обязательно. Спасибо. У нас есть еще один вопрос. Добрый вечер. Спасибо вам за теплую обстановку добра. Спасибо вам за книгу. На самом деле это очень круто, это очень здорово. Я думаю, что очень многие ждали. Вы еще не читали. А я думаю, что там будет все интересно. Хотелось бы, знаете, услышать какую-нибудь очень веселую, смешную историю. Как правило, ученики очень любят пошутить над учителем. Но я думаю, вы тоже шутили. Михаил Николаевич, как на это реагировал? Ну и, не знаю, может быть, как-то наказал вас шутливо? Да нет, собственно, такого не было. Ну, в принципе, знаете, я даже теряюсь, потому что, ну, тут вроде как все написано про это. Ну, была история смешная, не как я над ним пошутил, а как Задорнов выступил в городе под названием Вышневолочок. Задорнов очень увлекался историей, и этим пользовались прокатчики. То есть, если рядом с каким-то городом, пусть маленьким, это не важно, находили какие-то ценные захоронения, какие-то там древние какие-то ценности были обнаружены. Задорнов туда ехал на гастроли и заодно, так сказать, выезжал на экскурсию к этому месту. И вот он вычитал, что в Вышнем Волочке, там, значит, еще во времена нашествия татар, остались какие-то очень ценные, так сказать, места, которые нужно посетить. И говорит прокатчику питерскому, сделай мне там концерт. Володя Коржев, так звали прокатчик, говорит, а он еще заикался. Говорит, Михаил Николаевич, зал на 200 мест. Я хочу. Ну что, ну, Коржев берет охапку афиш, тогда еще не было ни электронных афиш, ничего. Едет из Питера в Волочок, в 3 часа ночи стучит в дверь проводницы, открывай, та крестится. 20 лет работаю, первый раз в Волочке человек выходит. Тот выходит с афишами, идет по лунному перрону. В 10 утра он сидит в кабинете директора театра драмы и говорит, давайте в октябре 25-го поставим концерт Задорнова. Директор говорит, давайте. У меня 24-го Роллинг Стоунс, а 26-го Патрисия Касс. Как раз. Три дня Коржев пытается ему доказать, что Задорнов настоящий, не фейк, не сын лейтенанта Шмидта, является в этот театр в разных образах, в роли налогового инспектора, в роли монашки Казанского монастыря. Наконец договаривается, все ставят, это число в график. 25-го октября приезжает Задорнов, заселяется в гостиницу, тут же уезжает с каким-то мужиком на раскопки, приезжает прямо к концерту в мрачнейшем настроении. Ну вот хуже быть не может. Рокова Коржев не подходит, потому что себе дороже. Работает концерт, Коржев в конце выходит, выносит ему какие-то деньги в конверте. Не надо, это вам. Садятся в машину, едут в Москве, тишина такая гробовая в машине. И тут Задорнов в этой тишине говорит, ну как, как я мог перепутать волочок и торжок? Вот такая история была у нас. Спасибо, у нас появился еще один вопрос. Сергей Анатолий, здравствуйте. Во-первых, спасибо вам за эту удивительную встречу, организаторам большое спасибо. Я хотела спросить, вот Михаил Николаевич очень часто шутил по поводу американцев. Как сами американцы относятся к этим шуткам? Известно ли вам что-нибудь об этом? Спасибо. Ну, понятно, что он почетный гражданин Америки, это естественно. И он там очень популярен, я думаю, у них. Мне кажется, американцам настолько все равно, что он про них говорил и как он шутил. Ну, опять-таки, это было мимолетное увлечение. Это было в 90-е годы. И это его знаменитая фраза, рефрен, но тупые. Потом уже в 2000-е годы он так немножко пошел на попятную, но вроде как, но не все там тупые. Есть там чему поучиться и прочее. Ну, это просто была такая, знаете, дань увлечения. Ну, а потом он искренне считал Америку совершенно искусственной, фальшивой страной, начиная от этих вот улыбок, которыми они нас встречают, от этого дежурного. How do you do? Когда нашего человека спрашивают, ну, как ты? Там же начинается история жизни. Со всеми вздохами. Ой, плохо! И пошло. Но зато искренне. Мы к этому больше привыкли. Нас так воспитали. Ну, а там, начиная от этих гамбургеров и заканчивая вот этой фальшью, я не знаю, я не думал на эту тему. Но то, что он в прямом эфире испортил свой паспорт, заграничный с американской визой, ну, наверное, говорит о том, что он как-то не очень любил эту страну, не надеясь на взаимность. Спасибо. У нас еще один вопрос. Здравствуйте, Сергей. Большое спасибо вам за эту встречу. Вернемся к книге. У меня такой вопрос. Принесла вам эта книга удовлетворение? И не было такого, что после выхода этой книги у вас такая мысль не проскользала, а вот надо было еще об этом бы написать? Большое спасибо. Вы знаете, эта мысль проскальзывает после любого написанного произведения. И ты потом начинаешь, а вот если бы можно было еще это рассказать? Ну, есть же у нас такое выражение, хорошая мысля приходит опосля. Ну, к сожалению, это так. Всего сразу не вспомнишь, но это нормально. Если ты, например, что-то там написал и успокоился, да, это идеал. Переплюнуть это невозможно. Ну, тогда это твоя последняя книга. А когда все время есть такое чувство творческого голода, я считаю, это хорошо. Спасибо. У нас есть еще вопросы с трансляцией в Инстаграме. А может, уже прервем там интернет-трансляцию? Тут люди сидят все-таки живы. Ну, я не видела рук, поэтому решила, что тем, кто по темольным причинам не может присутствовать, тоже дать возможность. Скажите, был ли Михаил Николаевич строгим учителем или скорее добрым? Легко ли с ним было ужиться в закулисе на гастролях? Да, вы знаете, я же все-таки не сын ему, поэтому он меня как-то особо-то и не воспитывал. А вот, например, мы ездили вместе в Израиль, и он брал свою семью. Была жена Лена и дочка. Дочке Ленке тогда было 11 лет, и вот там, конечно, он ее воспитывал, так знаете, по-спартански. Но при этом, конечно, это все было жутко смешно. Ленка училась плавать. И вот там был такой бассейн при гостинице, 20-метровый. Значит, Задорнов понял, что самое эффективное в воспитании детей это материальный стимул. Поэтому он ей говорит, вот если ты, значит, проплываешь от бортика до бортика под водой, я тебе плачу 20 шекелей. Ну, яблоко от яблони недалеко падает, поэтому Лена говорит, а если я проплыву туда и обратно, ты мне платишь 40. Хорошо, сказал папа. Лена ныряет, проплывает до бортика, толкается, плывет назад, ну, все уже, кислорода нет. И выныривает посередине. Как вы думаете, какую фразу сказала дочь Задорнов? Папа, давай 35. Спасибо. К сожалению, наше время потихонечку подходит к концу, и осталось время буквально на несколько вопросов, так что те, кто выжидал момент, самое время им воспользоваться. Пока скажите, существовала ли разница между Задорновым актером, сатириком, юмористом и просто человеком? Нет, потому что этого человека невозможно было разделить на составляющие. Он всегда был Михаилом Задорновым. Просто, например, сегодня в нем было больше философа, вчера больше актера, позавчера писателя и так далее. Поэтому, знаете, как морская погода, она постоянно меняется, и даже если, к примеру, время заката, он все время разный, над морем. Ну, таким был и Задорнов. Поэтому, как-то его, знаете, классифицировать, я считаю, невозможно. Ну, что говорить. Таких людей, к сожалению, немного, мне кажется. Спасибо. Скажите, были ли уже какие-то лицензии на книгу, которые вас либо сильно обрадовали, ну, я имею в виду, кроме близких родственников, или наоборот сильно расстроили? Ну, во-первых, мне было очень важно мнение Велты Яновны и Лены Бумбиной, поскольку это ближайшие люди к Михаилу Николаевичу. Если бы они сказали нет, то я бы ничего дальше не предпринимал. Поскольку им все очень понравилось, это меня так немножко окрылило, ну, если сейчас посмотреть рейтинги в продажах, самая плохая оценка 10. Ну, ничего, значит, нравится. Спасибо. Еще один вопрос. А вот скажите, как вам удается сохранить такое внутреннее самообладание? Вот совершенно у вас никакой нет, даже намека на звездную болезнь. То есть вы как будто прям обычно... Сейчас расслаблюсь. А успехов очень много. Расслабить не стоит. Ну, вы знаете, я считаю, что в основе человеческой жизни лежит детское воспитание. Если ты воспитан правильно, в правильных традициях, и уж простите за сланг, живешь ты по нормальным понятиям, то ты вырастешь нормальным человеком. Вот пример моего друга Максима Галкина. Если бы на кого-то другого свалилась такая слава, такие деньги, и такая известность, неизвестно, что бы с ним сейчас было. Причем свалилось на него это все в юном возрасте. Ему было 22 года, когда он уже стал известным. Ну, пусть в узких кругах, но какие это были круги. Вот. По крайней мере, он остается человеком, с которым есть о чем поговорить, который звонит одноклассникам и встречается с ним. Но это как и один из примеров того, что можно не скурвиться, можно остаться нормальным человеком в душе. Его супруга, о которой вы тоже слышали, из этой же породы. То есть она может дать звезду, где надо, но дома, Даша не дать соврать, это милейший домашнейший человек. Однажды Олег Газманов устраивал какой-то вечер, юбилейный. Ну и все звезды пели его песни. И вот Алла с Максом едут к нему на дачу, чтобы выбрать песню. И Макс говорит, вот представляешь, мы с ней общаемся, ну как обычно, дома, все. Приезжаем, открывается дверь, и выходит другой человек, которого мы обычно видим где-то там на пресс-конференции. Ой, ну что там он тебя показывал. Уставший от всего, да. Отметает все песни, но тут нет для меня ничего. И уезжает. И он говорит, а что это с ним так как-то вот натянуто? И Пугачев говорит, ну он же не знает меня другой. Ну и пусть не знает. И вы знаете, это правильно. Потому что нужно знать, где себя вести, где можно побыть собой, а где нужно обязательно все-таки, ну, включить маску номер восемь. Потому что так проще тебе самому. Спасибо. И, к сожалению, наше время потихонечку заканчивается. И хотелось напоследок услышать ваше мнение. Как вы думаете, в чем все-таки та особая уникальность Михаила Николаевича Задорнова? А мне кажется, что тут у каждого человека свой ответ на этот вопрос. Ну, для меня это, вы знаете, такой космический синтез несовместимых вещей. То есть это уникум какой-то. Потому что, ну, человек очень популярный на эстраде, и при этом интеллигент. Но это же несовместимые вещи. Человек небедный, и при этом с огромным сердцем он очень много, совершенно безвозмездно сделал таких поступков. Ну, например, я уж молчу там про близких, про одноклассников, но поставить памятник Арине Родионовне за свои деньги. Ну, это же показатель, правильно? И культура внутренней, и души огромной, безбрежной. Поэтому вот он как-то, знаете, такой был всегда человек-жанр. Его ни с кем нельзя было сравнивать. И мне кажется, вот для меня в этом его уникальность, что ну, вот такой коктейль второй раз Господь Бог не приготовит. Будет другой, но он другой. А Задорнов был и остается собой. Спасибо большое. Московский этому книге выражает вам огромную благодарность за то, что вы пришли, конечно, за то, что написали эту книгу. А я хочу сказать для тех, кто не успел прийти к началу, что вы всегда можете посмотреть трансляции. Я для них повторю. Возможно. Трансляции в социальных стихах, а мы можем перейти к автограф-сессии. КОНЕЦ КОНЕЦ